Всем привет, я Тушел, а это Asus ROG Falkion, 65% беспроводная игровая механика с через свечами и RGB подсветкой. За предоставленный на обзор экземпляр спасибо Asus. Ну а если после этого обзора вы решите, что вам нужна эта клавиатура, то советую ее покупать в магазине Киберлайф. CliveRow это один из первых магазинов в России, который специализируется на игровых устройствах. И за 19 лет существования магазин смог себе зарекомендовать как надежный источник игровых девайсов. Поэтому если цена на данный девайс не смущает, то переходим по ссылке под видео и изучаем условия покупки и доставки. Продается клавиатура вот в такой вот небольшой коробке. Дизайн узнаваемый и сразу понимаешь, это Asus и это ROG. Спереди рендер-борда, а также несколько стикеров, описывающих комплектацию клавиатуры. Сзади перечисление спеков и основных фишек этой клавиатуры. Внутри коробки сама клавиатура, пластиковая крышка-подставка, провод для зарядки и подключения клавиатуры, переходник для ресивера, небольшая инструкция, книжечка, описывающая гарантийные обязательства и пара наклеек от Republic of Gamers. Кстати, хочется отметить, насколько все аккуратно и премиально упаковано. Чтобы клавиатура не повредилась, на крышке коробки приклеен небольшой слой поролона. Клавиатура сама лежит в двух защитных чехлах, а чтобы вытягивать внутреннюю коробку из внешней оболочки было просто, на черной коробке предусмотрен удобный язычок. В общем, какая-то доля той цены, которую мы платим за эту клавиатуру, отразилась и в упаковке. Но давайте наконец переведем наш взгляд на клавиатуру, и поговорим про нее. Ну и про крышку-подставку я тоже немного расскажу. Сам борт выглядит в целом весьма привычно, ну привычно для размера в 65%. Сверху все как у всех, но все-таки кое-какие интересные решения есть. На левой боковинке есть индикатор капса и блокировки кнопок Windows. Между ними полоска-указатель уровня заряда аккумулятора. Логотип Republic of Gamers спрятали в кнопку Escape, а сайт принтом на пробеле это словосочетание написали буквами. На левом торце есть многофункциональная полоска, которая позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением музыки. Впрочем, в софте эти функции легко переменить на что угодно, если дефолтная настройка вас не устраивает. Ну а на заднем торце расположился отсек для хранения ресивера, кнопка включения и отключения клавиатуры и USB Type-C порт для зарядки и подключения клавиатуры к ПК через провод. Конструктивно Asus Falcon это скелетон, где свечи расположены на верхнем алюминиевом плейте. Самплейт не очень толстый, но приятно бархладный на касании. Нижняя часть корпуса пластиковая и выполнена в виде ванночки, из-за этого прочность борта на высоте. Для сохранения внешнего вида клавиатуры Asus в комплект подставки положили крышку-подставку. Это солидная такая вот штука, которая во-первых смотрится весьма оригинально, а во-вторых уберегает клавиатуру от пыли, когда ей никто не пользуется. Кстати, вы наверняка заметили, что по краям у этой штуки есть резиновые ножки, и это сделано для того, чтобы когда вы сняли крышку с клавиатуры, вы могли сам борт поместить в нее. Это удобно, так как не надо мучиться с поиском места хранения этой вот крышки. Нижняя часть корпуса в первую очередь радует своим интересным оформлением, но если не брать в расчет дизайн, то во всем остальном Falcon особо ничем не удивляет. По углам размещены небольшие резиновые ножки, есть и одноступенчатая регулировка наклона. Правда выдвижные ножки поднимают зад борта совсем незначительно, отчего большой разницы в наклоне или комфорте при печати вы не почувствуете. Выдвижные ножки, кстати, тоже прорезинены, поэтому вне зависимости от выбранного угла наклона, борт на столе стоит как вкопанный. Со сборкой ожидаемо проблем нет, все-таки это Asus за дофига денег, поэтому ожидаешь от покупки такого девайса что-то солидное и монолитное. И Asus Falcon этим и является, борт совершенно не подается скрутки и при печати не пружинен. Лайаут для 65% борта вполне стандартный, есть стрелки, есть нужные мне для работы кнопки PageUp, PageDown и Delete. Из-за неудобного нет кнопок F1, F12 и немного жаль блокно-пада, но взамен этих неудобств мы получаем компактный корпус, который в ширину не превышает 30,5 см, а в глубину он 10 см. Кикапы у локализованной версии Falcon сделаны из ABS пластика. Американцам или тем, кто просто использует латинскую раскладку, повезло больше. У них капы сделаны из PBT пластика. Так что имейте это в виду, если будете, скажем, брать клавиатуру с Амазона или откуда-то еще. Но мне нужна кириллица, поэтому мой выбор это не Амазон, а Киберлайф. Капы самые обычные. Это крашенный ABS пластик с лазерной граировкой символов. Толщина стенок невыдающаяся. Выбор шрифтов тоже такой себе. Окей, с одной латиницей может все смотрелось бы и нормально, но вот равноразмерные, кириллические и английские буквы на Капе смотрятся несколько безвкусно. Хотя у вас может быть совершенно противоположное мнение. Как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. В плане подсветки все тоже реализовано не лучшим образом. К диодам, к их яркости или плавности переливания цветов я вопросов не имею. Asus явно использовал не самые бюджетные компоненты для реализации подсветки у этой клавиатуры. Проблема в другом. Диод находится в верхней части корпуса свеча, а символы на Капе и снизу, и сверху. А еще есть и дополнительные функции, которые нанесены сайт-принтом. И как итог, латиница подсвечена почти идеально. А вот кириллице и обозначение FN-слой подсветки совсем не досталось. Короче говоря, в моих глазах это вот серьезная недоработка. Надо либо забить на подсветку символов, либо реализовать ее так, чтобы получилась в итоге конфетка. Особенно учитывая цену этой клавиатуры. Но Asus я похвалю за выбор свечей. Тут стоят обычные красные черри МХ-свечи. Но они явно прошли какой-то отбор, ибо обычные красные черри не так хороши. Это линейный свитч, у которого сила нажатия плавает вокруг 45 грамм, а точка срабатывания находится примерно на середине хода. Из еще позитивного – полное отсутствие эффекта песка и примерно равная сила нажатия у разных клавиш. Из не очень позитивного – отмечу чуть больше, чем хотелось бы вобл стема. Стабы в целом нормальные. Это K-Star тип стабилизатора с плейт-маунтом. Есть даже некий намек на смазку, что делает нажатие плавным и приятным. Но вот стаб пробела, откровенно говоря, шумноват. Если вам важны акустические свойства клавиатуры, то вот этот момент может вас немного разочаровать. В целом же стабы отрабатывают нажатия так, как надо. Длинные клавиши не перекашиваются и ничего нигде не залипает, даже если нажимать на самый край капа. Ну а теперь давайте проверим, как эти компоненты работают вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Впечатления от печати у меня смешаны. С одной стороны свечи и стабы меня радуют своей работой, но с другой стороны уж слишком много резонанса плейта. И стаб пробела явно гласит больше, чем хотелось бы. Поэтому, несмотря на внушительный ценник этой клавиатуры, по уровню печати Asus Rock Folkion недалеко ушел от других игровых бордов масс-маркет-производителей. Для зарядки и передачи данных по кабелю используется приятный USB Type-C провод. Он в облетке и он средней жесткости. На концах фирменные штекеры от Republic of Gamers. Но основной режим работы Asus Folkion это беспроводной. И для этого в комплекте поставки идет небольшой ресивер, который можно воткнуть либо напрямую в ПК, либо, используя переходник, подключить к ранее упомянутому USB Type-C проводу. В таком режиме работы клавиатура питается за счет встроенного в корпус аккумулятора, например на 4000 мАч. И исходя из внушительной емкости аккумулятора, можно полагать, что по крайней мере с выключенной подсветкой Asus Folkion от одного заряда будет работать очень долго. Ну и естественно, если включить подсветку, то автономность сильно пострадает. Насколько будет зависеть от яркости и эффектов. За неделю тестов эта клавиатура без RGB смогла сожрать 1% заряда. Поэтому либо тут действительно бешеная автономность, либо индикатор заряда в Armoury Crate какой-то не такой. К надежности и скорости соединения я вопросов не имею. Ловила клавиатура комп даже через стенку, а символы появлялись на экране примерно в момент физического нажатия на клавишу. Короче говоря, с беспрородной связью у Asus Folkion все хорошо. Для настройки клавиатуры используется унифицированное решение от Asus под названием Armoury Crate. Это достаточно объемное приложение, которое, справедливости ради, наделяет эту клавиатуру неплохими возможностями. Есть и настройка боковой панели, и поклавишная настройка биндов и многое другое. Все работает без нареканий. В общем, софт хороший, но очень тяжелый. Да и больно навязчиво просят все время обновлять то клаву, то самого себя, то и то и другое. Короче, Asus, поработайте над юзер-экспириенсом. А то мне не нравится, когда меня принуждает качать обновление и блокирует возможность настройки, пока я не обновлюсь. Ну и давайте подводить кое-какие итоги. В вакууме Asus Folkion заслуживает внимания. У нее интересный форм-фактор, красивый дизайн. Сделал эту клавиатуру бренд первого эшелона. У нее большая батарейка и стабильно работающая беспроводная связь. Есть и интересные решения, как, например, крышка-подставка или боковая тач-панель. Да и внешне некоторые элементы смотрятся выигрышно. Но есть и, откровенно говоря, слабые места. В первую очередь, это ABS-капы и шрифт на этих капах. Подсветка пусть и качественная, но ее реализация оставляет желать лучшего. С печатью все тоже далеко не гладко. Хорошие отобранные свечи черри на месте, как и неплохие смазанные стабы. Но вот портит ощущение от набора текста резонанс верхнего алюминиевого плейта. И в итоге Asus Volkeon выглядит как некоторое компромиссное решение, которое, в теории, можно легко довести до идеала путем замены капов и добавлением шумки в корпус. Но потом вспоминаешь про ценник этого борда и задаешься вопросом, а почему за эти деньги я должен еще что-то доделывать? Скажу вам честно, с первых минут знакомства эта клавиатура меня впечатлила. Но по мере более глубокого знакомства, розовые очки растворились. И теперь мне сложно хоть как-то оправдать те деньги, которые Asus просит за этот девайс. Впрочем, Asus никогда не был дешевым брендом, а подразделение Republic of Gamers тем более. Так что, возможно, некоторая наценка за эти логотипы вполне оправдана. Ну и на этом, наверное, пришла пора заканчивать этот обзор. Если то, что сегодня вы посмотрели, вам показалось интересным или полезным, то ставь лайк и подписка. Если хотите, то можете меня поддержать покупкой коврика от CustomMate или просто обычным донатом. Ссылки на это все есть в описании под этим видео. Ну а сегодня, как и всегда, с вами был я, Тушел. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok